Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании ZikMil и сами я, Артур Идиатурин. Ну что ж, американский фондовый рынок вчера в очередной раз не дали упасть, избежали неназревающей коррекции, так как появились очень положительные новости у нас по фискальной сделке. И вчера неожиданно для всех секретарь Казначейса Стивеновича представил новый план администрации, новый пакет предложения по стимулированию, которое впервые учитывает приоритеты как демократов, так и республиканцев. То есть если до этого у нас все предлагаемые пакеты стимулирования, в них был перевес либо республиканцев, либо демократов, то есть то, как будут потрачены деньги, будет ли больше выгоды для республиканцев этой сделки политических или для демократов, то сейчас попытались, собственно, найти, выяснить этот баланс, учесть интересы обеих партий, и это значительно повышает шансы на одобрение фискальной сделки. Новость незамедлительно произвела эффект на рынке. Вчера, как мы видим, у нас пытался 500 тестировать скользящую среднюю 100-часовую, но не удалось ему это сделать. Вот здесь у нас появилась новость, и наплыв покупателей, и моментум образовавшийся, он выявил, собственно, индекс на отметку выше 3700 пунктов. Сегодня у нас была попытка, собственно, обновить максимум, пока не получилось. Вот здесь у нас наметилась консолидация, так как, понятно, ждут больше информации по фискальной сделке. Собственно, тренд, вот этот момент, точнее, который появился у нас на американском рынке, его переняли и все остальные риски актива. Сегодня мы видим позитивную также динамику по европейским рынкам. Да, у нас европейские индексы в плюсе доллар в обороне, нефть у нас, естественно, чуть-чуть подросла. Товарные валюты и валюты развивающихся рынков, они у нас также в плюсе. Значит, все это в рамках классического паттерна, где растет аппетит Криско, но нужно заметить, опять же, что аппетит Криско у нас держится целиком и полностью на ожиданиях того, что фискальные сделки примут, и на вот этом гипотетическом восстановлении, бурном восстановлении глобальной экономики в первом квартале 2021 года. Вторая половина декабря, она, как ожидается, будет оставаться негативной для доллара и позитивной для рынка акций, так как потенциал роста рисковых активов из-за фискальной сделки, он еще далеко не исчерпан, потому что у нас недостоят еще конкретной информации, собственно, будет ли принята одобрена эта фискальная сделка или нет, какой будет размер, как будут направлены средства. Пока у нас Конгресс продолжает вводить рынок за нос, оттягивает время, но содержание вчерашнего заявления Стивена Ночина, стива секретаря казначейства по поводу фискальной сделки, она очень многообещающая, она резко повышает шансы на принятие фискальной сделки. Трудно представить, что он как бы на этот раз сможет эту сделку сорвать, если она устраивает обе партии. Из неприятных новостей можно выделить следующую новость, авторитетное агентство ФИЧ, которое приславит кредитные рейтинги странам, оно не планирует повышать кредитный рейтинг ни одной из развитых стран на 2021 год, несмотря на то, что рынки уже находятся во власти эйфории, из-за прорыва по вакцине, из-за вот этих благоприятных экономических прогнозов, ФИЧ у нас смотрит на фундаментал, и фундаментал, по мнению ФИЧ, не очень хороший, точнее недостаточно хороший, чтобы делать позитивные сдвиги во прогнозах, либо давать рекомендации, что одна сторона может показать лучшую динамику, чем какие-то остальные. Вот так. На 2021 год намечены даунгрейды среди стран третьего мира, среди развитых экономиков, ни одного апгрейда. Вот такая вот информация, которая еще раз призывает задуматься по поводу того, они далеко ли ушли у нас котировки фондовых рынков вверх, если фундаментал у нас за ними не поспевает, как считает ФИЧ. Вот. Среди других проблем, которые ФИЧ упомянул, это задержка в массовой вакцинации, в развитой экономике, из-за проблем с логистикой, из-за того также, что цифры, конкретные данные показывают, что предзаказы на вакцину достаточно скромные со стороны развивающихся рынков поступили. По экономическим данным, вчера мое внимание привлек отчет ЗИУ, по экономическим ожиданиям в еврозоне и по Германии, можно видеть, что у нас совершил скачок индекс по Германии с 39 до 55 пунктов, здесь еще больше, с 32 до 54,4. Вот. Значит, значительно произошли у нас ожидания вот эти индексы по пресс-релизу ЗИУ, да, если мы посмотрим, тут пишут, что участники рынка, респондент, собственно, который, наставив мнение которых рассчитывал индекс, они отреагировали на новости по вакцине, да, вот здесь можно видеть. И очень важно заметить, что участники рынка, эксперты, то есть которых опрашивали, то, что они позитивно отреагировали на новости по вакцине, это значит, что если они ожидают, что в будущем экономика наладится, то они не будут сокращать инвестиционные планы или будут сокращать их в меньшей степени, или, наоборот, будут ориентироваться на то, чтобы нарастить инвестиции. Экономические ожидания, они у нас, естественно, коррелируют, собственно, с решениями по поводу того, наращивать ли инвестиции или нет. И если у нас есть такой позитивный скачок в экономических ожиданиях, да, который мы видим, вот здесь по Германии, по еврозоне мы видим позитивный скачок в ожиданиях, можно полагать, что у нас инвестиционные расходы в первом квартале 2021 года, они не упадут в Германии, они останутся высокими, будет приниматься решение о расширении производства, увеличении инвестиций. И поэтому властям еврозоны, чтобы обеспечить себе восстановление, нужно просто сейчас побороться с краткосрочным возникшим шоком потреблений за новых локдаунов, а все остальное, последующее восстановление, которое очень сильно зависит от инвестиций, оно будет гарантировано за счет того, что экономические ожидания участников рынка оказались не особо повреждены вот этими повторными локдаунами, которые были введены. Вот, собственно, это очень важный показатель, который говорит о том, что действительно восстановление еврозоны можно ожидать, потому что экономические ожидания остаются на достаточно высоком уровне, участники рынка, менеджеры, которые отвечают за инвестиционные решения, они, собственно, готовы вкладываться, расширять производство. Теперь, собственно, перейдем к технической картине по основным валютным парам, по евро-доллару, значит, мы видим, да, то, что здесь у нас был очень хороший тренд вверх, здесь у нас было два теста, получается, двойной тест уровня 1.28800, и затем у нас перешел, получается, евро-доллар вот в такой диапазон, который продолжается до сих пор. Значит, евро-доллар, да, у нас ждет дальнейшее указание со стороны Конгресса США, ну, да, по поводу, что касается фискальной сделки. Со стороны ФРС, со стороны ЕЦБ в Казани, то есть со стороны центральных банков, доллар, евро-доллар, собственно, его динамика зависит от решения либо по монетарной политике, либо по фискальной политике, именно в данный момент. Вот, выход из диапазона, скорее всего, произойдет вверх. Почему? Потому что на второй половине декабря, как я сказал, у нас уже сохраняется медвежий взгляд по доллару, это, соответственно, позитивный взгляд по евро-доллару. При этом, чтобы, как бы, открываться вверх, да, вот здесь, чтобы рассчитывать на дальнейшие, на тесты новых максимумов по евро-доллару, уровня 1.22 и выше, нужно, как бы, ждать, пока у нас произойдет выход из вот этого диапазона, пройдет закрепление выше диапазона, это значит, нам нужно, чтобы евро-доллар у нас закрепился выше 1.21.50, чтобы рассматривать дальнейшие, дальнейшие сделки в лонглобые, да, нам нужен выход из этого диапазона. Но, если пройдет тест вот этого уровня, если пройдет закрепление, то, естественно, возникнут сомнения по поводу того, что вообще может ли евро-доллар даже продолжать движение вверх, но, на мой взгляд, этот сценарий становится менее вероятным. Но, если вот будет закрепление ниже, стоит, возможно, задуматься о том, а не слишком ли далеко евро-доллар забрежал вверх. Значит, по фунту чрезвычайно, да, волатильная пара, наверное, если вы наблюдали, собственно, за тем, как пара движется в ответ на последние новости по Brexit, можно видеть, что движение доходности дневные превышали 1%, даже были больше. Вот здесь движение вниз, вот здесь скачок вверх. Собственно, вот здесь у нас образовывалась пауза в новостях по Brexit, и вот здесь у нас появилась позитивная новость. Участники рынка у нас постепенно начинают закладывать положительный исход Brexit. Выход из этого треугольника говорит нам о том, что часть участников рынка, возможно, уже в курсе, или, возможно, обладает информацией, которая говорит нам о том, что по Brexit будет позитивный исход. Вот, собственно, поэтому у нас произошло это движение вверх, выход из этого треугольника. На мой взгляд, будет происходить тест уровня 1.35, потому что если будет у нас позитивный получительный исход по Brexit, это обнаружит значительную недооцененность фунта, потому что сейчас в фунте, несмотря на то, что у нас произошел значительный рост за последнее время в паре фунт-доллар, он еще значительно недооценен, в нем еще закладывается потенциальный урон от того, что Британия выйдет без, получается, сделки, без выгодной для себя сделки из ЕС, и, естественно, пострадает компания, пострадают активы, номинированные в британской валюте. Будет, соответственно, отток, да, капитала из британских активов. Но, собственно, так как рынок, надеясь, ожидает позитивный исход по Brexit, цель 1.35 является вполне реальной, и сегодня, сегодня произойдет основное разрешение данного вопроса, касающегося Brexit. Значит, по паре доллар-иена. Если мы посмотрим, собственно, что у нас происходит в доллар-иене, то пара у нас находится в нисходящем канале, вот таком. Затем, в краткосроке у нас есть вот такой вот диапазон, в котором пара держится примерно с середины ноября. Тема славы доллара, да, которая реализуется во многих рисковых активах, она неприменима для японской иены, потому что японская иена сама по себе, да, также является, как бы, защитным активом. И, естественно, при ослабивании доллара, которое происходит на фоне того, что спрос на рисковые активы растет, иена таким же образом, как бы, не реагирует. В рамках вот этого продолжения глобального тренда, я бы искал точки входа вниз на выход из, ориентировался бы на выход из нижней границы вот этого диапазона, то есть, если у нас будет пробовать здесь ниже, будет у нас закрепление ниже уровня 103.67, я бы ориентировался на короткую позицию с целью, вот, тестировать нижнюю границу вот этого глобального канала. Но, собственно, пока еще ничего не определено. Здесь пока нельзя ничего точно сказать, но выход из вот этого диапазона, да, где накапливается, собственно, решение, да, участников рынка, выход из этого диапазона должен нам дать информацию, как, собственно, действовать. Вот будем ждать, собственно, выхода из этого диапазона. Вот, по паре, по золоту, да, у нас золото находится в нисходящем вот таком тренде, в вот таком канале, которым оно отбивается, но спускается вниз, и вот здесь, в начале ноября, собственно, как только у нас начал вырисовываться контур по фискальной сделке, образовалась вот такая вот волна покупок, вот такой вот краткосрочный тренд, который тянет золото к верхнему, собственно, каналу. Вот этот восходящий тренд, это, собственно, некоторый процесс, будем так говорить, то есть хеджирование некоторыми участниками рынка, который, собственно, инвестирует в казначейские облигации США, хеджирование риска того, что у нас будет принята фискальная сделка, что будет новый раунд заимствования со стороны американского правительства, банды, цена банду, соответственно, цена трежерис, она должна будет снизиться из-за роста предложения, и так как ситуация в трежерис будет не очень хорошей для их держателей, часть инвесторов, она, собственно, переметнулась у нас в золото, да, и вот этот тренд у нас отражает вот эти опасения. С золотом, движением золота вниз у нас руководят те же самые предпосылки, да, которые были и здесь, это, собственно, повышение, непрестанное повышение аппетита к риску, поиска доходности. Значит, сейчас, сейчас, да, у нас краткосрочный тренд упирается, логично, он закономерно упирается в границу, вот эту верхнюю границу этого канала, и нужно ждать, собственно, что произойдет вот здесь. Если произойдет закрепление выше, да, этого канала, можно будет рассчитывать, можно будет сделать ставку на то, что вот этот тренд у нас сломлен. Если, собственно, будет отбой, если у нас не получится закрепиться выше, вот этой верхней границы, то нужно будет ориентироваться на пробой вот этого канала, собственно, уход ниже этого канала, чтобы продолжать рассчитывать на то, что золото будет спускаться в рамках вот этого нисходящего тренда вниз. Поэтому, собственно, ориентируемся на вот эти две точки, это уровень 1845-1850, и вот уровень, который находится здесь, это отметка 1875. Закрепление либо здесь, либо здесь, оно нам даст, собственно, больше информации по тому, что ожидать у нас по золу. По нефти. Пока у нас нефть также не может, несмотря на позитивное решение ОПЕК, ну, как позитивное, относительно позитивное решение ОПЕК, не может она покинуть, как мы видим, диапазон, да, хотя у нас к верхней границе после решения ОПЕК приблизилась нефть, и пытается, собственно, ее, этот диапазон пробить, выйти за границу верхнего диапазона. Значит, был у нас момент, да, вот здесь верх, но, соответственно, он не смог до логического завершения, как бы довести, участники рынка не смогли его до логического завершения, дальше пойти наверх. Конечно, более вероятно, закрепление вверх, так у нас очень благоприятный, фундаментальный фон для нефти, ну, или, по крайней мере, участники рынка так думают, так как будет у нас восстановление экономики, будет у нас повышение спроса на нефть, собственно, ожидаем, что пройдет выше выход из этого канала, да, закрепление выше вот этого диапазона и дальше движение, движение нефти наверх. По австралийскому доллару и по новозеландскому доллару у нас можно видеть, что в начале ноября здесь был небольшой диапазон, как только у нас появилась информация, благоприятная информация по поводу восстановления товарных рынков, повышения спроса на товар, на сырье, австралийск незамедлительно отреагировал, у нас четкий вот такой вот восходящий тренд появился. В австралиице сейчас, собственно, тестируется верхняя граница этого канала. Вставать в длинные позиции логично, вполне логично, но я бы ожидал нормального отбоя от верхней границы этого тренда, отметки 0,74 и 0,74,50, чтобы рассчитывать дальше на длинные позиции, но в целом взгляд, обычный взгляд на австралийцы и новозеландцы, конечно-таки, сохраняется, потому что ожидания нового делового цикла они всегда благоволят росту, прежде всего, циклических валют, в том числе товарных валют, таких как австралийцы и новозеландский доллар. Поэтому ждем отбоя, чтобы рассчитывать на какие-то длинные позиции. Вот. Это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Если же вы считаете, что это видео для вас оказалось полезным или вам оно понравилось, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. На этом у меня все. Всего доброго. Торгуйте в профит.